добрый день вечер ночь уважаемые подписчики гости канала сегодня я с вами влад грим и сегодня мы поговорим по необычной теме про новую точнее новую одну из старейших настольных игр которая по сути стала таким вот базисом наверное и очень сильно повлияло на одно из направлений мира тьмы именно магов и мы поговорим сегодня об арк магики и сегодня наш новый гость расскажи про себя да привет меня зовут олег ширяев когда-то давным-давно на форуме роли мансера у меня был не гипс я никогда особо в тусовке не светился играли своей небольшой компании а искусство лошадь сама я одна из как это первых и настоящих таких любовить если так можно сказать вот кстати вот мне чем нравится когда я начал записывать подкасты я всегда мне нравилось находить людей которые как говорится упарывают со своей теме то есть люди которые имеют обычно свой паблик не он не такой популярный он просто там узкоспециализирован на какой-то там интересной теме необычной например какую-то ролевку старую там или кто-то там играет там dark sand по dnd там вот и мне даже интересно было когда я увидел что в контакте есть такая группа арс магика вот или как это искусство волшебства да у нас перевели да если брать локализацию четвертой редакции тогда искусство и как я понял это твоя группа ты ее создал и ведешь там полностью да я и создал основная идея изначальная была это мечта об издательстве 5 редакции искусство вот она правда течение времени испарилась я узнал все особенности как сколько стоит издать то есть мы максимально глубоко начал рыть связался с издателями в америке но к сожалению не сложилось может быть кто-нибудь когда-нибудь подхватит и уже издаст шестую редакцию которая я надеюсь каком-то обозримом будущем появится а то есть получается у этой игры сейчас 6 редакций или 5 редакций 5 5 редакций но та которую сейчас актуальна она достаточно старая если мне память не изменяет 2004 года главная книга вышла ну смотри тут я немного подскажу тебе у нас сейчас есть она переведена нет пятая редакция не переведена четвертая переведена локализована это одна из первых игр хобби геймс вот ее главный редактор мира фантастики выпускал пегасов сейчас есть возможность у нас есть группа у меня друг знакомый настольные ролевые по-русски вот настольные ролевки вот они издают книги вот малыми тиражами вот именно вот которые раньше лежали фанатские переводы то есть мир тьмы там лансер там то есть то что у нас либо издатели сейчас нам не дадут перепишла авто ну сейчас не дадут нам права никто вот либо это такое старье что людям хочется допустим в коллекцию книгу но кроме как перевода онлайн его нет вот я думаю в принципе если есть желание можно попробовать четвертую или пятую редакцию есть поведет переведут и сверстают нормально можно даже издать провод можно да но насколько я знаю пятую редакцию никто не переводил то есть даже пиратского переводили ребята что за хрень давайте переводить пятую редакцию вот и давайте все-таки расскажем что это за игра ну если углубиться в историю то искусство общества арс-мэджика кстати многие слова в книге это латынь арс-мэджик это тоже в том числе латы и и создали знаменитые люди ну то есть в современном ролевом ролевой тусовки это джонатан твит марк рейхангин и к ним еще в какой-то момент чуть позже присоединилась лиза стивенс то есть чтобы вы понимали да твит это третья редакция dnd а рейхангин это соответственно мир тьмы а лиза стивенс это пайза ну и соответственно пасс то есть люди значимые в тусовки вот и их первое издательство где они все вместе встретились это lion rampant я могу немного перевирать все именно собственный простите меня пожалуйста вот это 87 год они собрались сначала вдвоем это твит и марк рейхангин и придумали решили что им нужно сделать книгу о настоящем волшебстве и с правильными волшебниками и вот отсюда родилась ас-мэджика вообще про что игра то есть первую очередь как я понял она про магов да как как понятно из названия на промаги и промагов тут небольшая ремарка когда я начинал в нее играть почему-то наша группа решила что играть за магов неинтересно и мы будем играть за других персонажей этой игры и всего в книге если так можно сказать три класса это собственно маги утники игроки челядь и они так понисходяще идут одна из особенности игры что вплоть до пятой редакции всячески поощрялась играть трупами то есть группой персонажей каждый игрок мог создать себе мага несколько спутников там и там пять шесть сколько захочет грогов и в те моменты когда маг был занят исследованиями своей лаборатории на приключения могли отправиться спутники или гроги вот это три основных классом есть еще один персонаж а вычка общий для всех это ковенант или коллеги локализации место где обитают ваши маги точно так же как персонажи его можно развивать прокачивать и всевозможно то есть участвовать в жизни ковенанта и у него есть свои слабые стороны сильные стороны какие-то стори хуки которые позволяют рассказчику вплетать туда историю пусть это можно сказать что дополнительный общий персонаж для группы а место действия ну вот там период какой-то этого в реальной истории или это фэнтези это мифическая европа 1000 рекомендуемая начало до дата всех приключений ты 1220 год а все остальное уже на усмотрение рассказчика условно можно разделить на три таких блоков а по уровню исследования истории хай когда нам очень важна историчность исторические личности происшествия middle и лоу то есть лоу в данном случае у нас как такой перевертыш это не лоу фэнтези а наоборот хай когда мы добавляем все что нам душе угодно у нас эльфы и феи в большом количестве меньше историчности и больше фэнтези вот так же наверное важно сказать что в этом мире есть пять реалов пять миров это мир повседневности где обрет на обитают все магический мир божественный инфернальный и мир пей причем магии такие как мутанты они одновременно существуют в повседневном мире и в мире магии и все окружающие их создания чувствуют что магии это не принадлежат полностью миру повседневности причем чувствует не только например конь или какое-то животное люди но в том числе и магии чувствуют присутствие других манов вот есть конечно игромеханические различные фишки которые позволяют убирать или наоборот усугублять это эту особенность но вот не просто сразу в голову пришло что-то вроде магов и средиземья ну да наверное причем магов в мифической европе не то чтобы очень много на всю мифическую европу около тысячи ста магов и магии одновременно существуют вместе с божественным то есть 1220 году у нас клирики не не нападают на магов но напрямую то есть нет такого какой-то святой позиции и парадокс том что многие маги в том числе верующие люди это особенность игры если какие-то еще фишки которые ее выделяют на фоне вот других но почему именно тебе эта игра так понравилось что ты там загорелся очень и именно и даже группу создал ну у меня такое есть конечно много много особенностей выделяют я чуть позже расскажу именно про свою историю но наверное одна из самых сильных сторон искусства волшебства это собственно говоря магия как мне кажется одна из самых удобных систем магии в ролевых играх у нас есть формы техники и с помощью этих форму техник мы можем создать почти что любое заклинание то есть у нас нет какого-то формального списка заклинаний как в dnd например из которого мы должны выбирать у нас есть пять техник и 10 форм то есть например у нас есть форма огня форма воды классические элементарии земля вода огонь воздух есть животные люди дух есть техники пять техник это созидание разрушение познания и вот комбинация этих техник и форм позволяет нам создать почти что любой эффект магии ну я что-то подобное слышал в этом в магах мира тьмы ну магии мира тьмы и арсмэджика очень тесно переплетены дело в том что ну как я уже ранее говорил рейхаген сначала создал искусство волшебства арсмэджик и только потом создал свой знаменитый мир тьмы и если чуть-чуть обратно отойти в историю создания игры арсмэджика какое-то время принадлежала миру тьмы полностью ну то есть эти два мира были соединены одним сеттингом также арсмэджика принадлежала wizard of the cast то есть связи очень много но с миром тьмы они развелись или расстались и то не полностью только в пятой редакции и например дома примере орден гермеса то есть тот кто хорошо знаком с миром тьмы они сразу естественно вспоминают и узнают о чем идет речь и какие-то истории до сих пор и там и там присутствуют и даже трейд марки до сих пор принадлежат мир и тьмы какие-то а система какая система ты имеешь ввиду какой кубик основной до 10 до 10 до такой же как и умереть а в плане легкости доступности если сравнивать потому что магии считаются в мире тьмы чуть ли не самым сложным видом то есть игровых персонажей за счет того что у них очень много фишек всяких парадоксы там фокусы и ты чаще всего просто споришь с мастером можешь ли ты скастовать что-то или нет да я не прям очень хорошо со знаком к своему стыду с магами мира тьмы а но маги арсмэджики они тоже порог вхождения я тут напугаю чуть-чуть не такой легкий как в другие ролевые игры и том числе из-за того что она давно не переиздавалась у нее вот этот вот есть шлейф как-то middle-age систем со сложными созданиями персонажа много-много этапов но тут все достаточно формальные прописано у нас есть три вида заклинаний фонтанные заклинания формальные и ритуальные ритуальные это самые сильные и это смесь спонтанных и и формальных а вот ритуал а вот формальные и спонтанные тут нужно чуть-чуть как бы остановиться фонтанная магия позволяет тебе творить все что тебе хочется ту же самую в тот же самый момент когда ты этого захотел то есть ты не должен чего-то запоминать ты захотел создать огненный шар ты говоришь я кастую созидание огня и хочу вот такой вот эффект мастер решает какого уровня это будет заклинанием и уже смотрит на на основании твой характеристик и затрачиваешь ли ты свою стамину как хорошо у тебя это получается а формальные заклинания это те заклинания которые у тебя по сути дела записаны где-то и и ты их изучил ранее в лаборатории то есть там же может быть этот же фаербол огненный шар но ты его знаешь в совершенстве получается он у тебя легче летит дальше бьет сильнее вот это то что касается магии а вот но мы ты рассказал что можно играть условно за мага за его там помощников и заслуг его и ты сказал что есть отдельный игрок это вот башня мага на его условных по сути базы вот то есть получается можно играть что-то типа ну симулятора магической жизни то есть у тебя есть кроме мага есть еще и там территории то есть играть немного не в такую в логистику немного и в больше именно такой ролеплей в плане управления например да сейчас и я отвечу на этот вопрос сначала я на прошлое вспомнил почему и я обещал рассказать как я именно cars magic пришел все было про просто когда-то давным-давно я купил сначала рвудали книжном магазине совершенно не понял как в нее играть прочитал ее от корки до корки среди моих знакомых и друзей не было ни одного ролевика то есть я слышал что где-то там есть я сам в москве родился и вырос где-то там есть царицына толкинисты и где-то есть дндшники мифические но я их сам никогда не видел и даже не понимал кто это такие эра водолея была благополучно забытым и не в школе летом между десятым и одиннадцатом классе классом ко мне пришел друг и сказал олег тебе это точно понравится и показал мне искусство шипстан вот в принципе отсюда и любовь пошла мы начали играть и там было куча казусов непонимание как вообще все происходит у нас не было стримов мы не знали существование клубов таких как лабиринт и вообще не понимали как что происходит например у нас есть четвертой редакции такая добродетель как лозоискательство и мы на протяжении нескольких сессий думали что это не лозоискательство а лазоискательство с помощью этого лазоискательства искали проходы стенах замка как найти проход в пещеру и тому подобное то есть многие такие какие-то глупости творили а возвращаясь к вопросу о ковенанте о коллегии да это строительство это развитие своей базы в принципе игра механически больше поощряется когда опытом когда маг сидит в лаборатории вся игра состоит из сезонов ну то есть и 4 сезона только один сезон из этих четырех маг у нас путешествует отправляется в приключения в сагу и убивает там великанов распутывают какие-то загадки а все остальное время он находится в своей коллегии своем замке и не сидит в лаборатории прокачиваться там или готовится к следующему приключению сразу вспомнился мем про этого мага который в шар смотрит ну да он смотрит шар он разрабатывает какие-то там заклинания для будущего приключения чтобы победить великана он подготавливается то есть нас львиную долю на нашей ролевой жизни занимает вот это вот база строительства и вдумчивое какое-то развитие ну то есть определенный стилы стиль игры такой вот бы если брать мир игры чем обусловлено то что маги вот так спокойно там делают башни живут у них там есть какой-то вот менеджмент и в целом какие маги есть там если разделение чисто под фракции там какие-то еще ветки там другие да маги сильные персонажи игра если ты вдруг попадаешь в какое-то противостояние высоколетальное то есть битва наверное это последнее на что согласился бумаг ну то есть это все-таки исследователи и и лабораторные крысы магов у нас 12 домов плюс один плюс один это тот дом который по лору по истории нашего мира был почти полностью уничтожен и только легенды ходят что где-то в закоулках нашего мира еще существуют его последователь другие 12 делятся на три таких мощных блока это дома мистерий дома легенд или настоящий трубла чистой линии и дома сообществ и куда ходят все остальные а от выбора дома зависит и в том числе стиль нашей игры но тут нужно понимать что есть некая иерархия в этой структуре мы все те маги принимают клятву дома гермеса это был высший закон конституции потом мы верны своему дому как раз этого те блоки о которых я говорил и не третий уровень мы верны прежде всего своей коллегии тем магом рядом с которыми мы живем и крышу которыми с которыми мы делим вот если возвращаться к домам я могу коротко каждому рассказать я думаю интересно будет потому что иногда игроки но в целом люди которые такие блин но ночью он перечислить магов да и люди когда начинают описывать на работе игре можно быть этими этим этим и иногда один концепт может запасть человеку в душу так что он захочет играть в игру меня так было помню с этими когда на чем магов мира тьмы ну так смотреть изучать и мне понравились техномаги например и вот всякие вот эти стимпанк магии то есть которые там пушки делают и всякое вот такое я такой вау это круто я хочу вот я не никогда не нравились эти бородачи вот но мне нравится эта тема и вот сейчас можешь рассказать по ну кратко конечно не надо полностью глубок ну если начать вот техномагии аналогии когда есть точно такие же или очень похожие на них wars magic и это маги дома вердицать это такие вот им панковские кузнецы которые могут создавать летающие корабли механических каких-то конструктов и тому подобное вот у них они в этом сильны в магических предметах и тому подобного на у них есть большой минус они не могут колдовать без своих инструментов и если вердиция мага вердиция лишить этого инструмента он становится бессилен этот дом входит в дома мистерий еще в доме мистерий есть бьернар это магии перевертыши ооротни но многие маги могут превращаться в каких-то других созданий и животных но бьернар для них это не просто как какое-то существо это кровное существо то есть это не такие не знаю гринписовцы от мира магии для них их кровное создание медведь это вот тотем это самое ценное что что может быть есть мире не то это каски и и и их мистерии завязаны как раз на познании вот этого реалма и если мы хотим какой-то хай фэнтези эльфами и тому подобное это вот они креомон мистики и буддисты ищущие истину маги живут долго в мире мистической европы но когда-нибудь всему этому приходит конец и маг отправляется сумерки мага это не совсем смерть это развоплощение и креомон ищет истину вот этих в этих сумерках есть последние сумерки когда происходит развоплощение но течение жизни те маги до этого последних сумерок попадают сумерки периодически и выходят либо с какими-то повреждениями физическими ментальными либо с какими-то бонусами вот креомон как раз чаще других приходит с какими-то плюшку оттуда так сейчас секунду ребят у нас подкаст еще у нас два блока это настоящие легенды это те маги которые ведут свою линию то есть в дома мистерии например может попасть любой кто разделяет эту мистерию кому были близка а в настоящие легенды могут попасть только ученики ведущих свою линию от основателей ордена гермеса и вот как бы примере известные нам по миру тьмы это чистая линия начнем наверное с ним с него как самую знаменитая знаменитого дома это маги который превыше всего ценят дисциплину порядок у них самая большая армия и для них победа является превыше всего самый централизованный маг до 4 редакции это были в том числе предатели которые в мире тьмы если я не ошибаюсь получили свое свою вечную жизнь с помощью того что выпили кровь или как-то у вампиров и стали то есть тоже вечно живущими бонисагос или в локализации благоуст это маг основателей всего было два основателя вот трианома дипломат ордена и бонисагос тот кто разработал арма magic у то есть изначально все маги с недоверием относились друг другу и именно бонисагос создал ауру которая позволила находиться двум магам рядом и как это более-менее существовать защищаться от других магов а из особенностей этого дома то что мы играем в исследователей дипломатов самый высокий социальный статус как раз у них они могут забрать любого ученика любого другого дома к себе следующий дом чистых линий это гверника или квизиторы это такие следователи детективы если нам близко игра мистический детектив смело можно выбирать их их немного на всю мистическую европу их около 40 вот есть в каждом трибунале трибунал это еще одна внутренняя структура мистической европы и они следят за нарушением законов нарушением пределов то есть ни один маг не имеет права общаться с инфернальным миром и вмешиваться в дела людей ну то есть конечно же маги вмешиваются ну за этим вот следит дом верник еще у нас есть меркери или красные шапки это посланники между коллегиями между трибуналами эти магии без дара то есть они не могут колдовать но их все очень невысоко ценят они являются торговцами или основными коммуникаторами между я уже сказал коллегиями и трибуналами вот все да не нет есть еще еще один еще один блок это сообщество или тех тех кого не взяли никуда ну или тех кто нашел свое пристанище вот не нашел свое пристанище в других домах и по присоединился к сообществам это мир бетон аристократы художники часто рожденный с в аристократических семьях то есть это можно могут быть клирики королевские семьи наверное самый близкий аналог с миром тьмы это тариадоры титал дом связанные с примере у них когда-то был общий учитель у титалов и примеров если примере выше всего оценят победу то титалы выше всего ценят соперничеству и считают что именно в соперничестве рождается истина сражаются ради прогресса и еще два дома это фламбол боевые огненные маги такой пулак ордена который несет возмездие и в том числе уничтожает других магов когда по велению к визиторов самые такие не сдержанные но если мы хотим боевку и будете с самыми крутыми именно сражениях это вот добро пожаловать слабо и самыми не сдержанными народные шаростное заклинание ну да у них есть фокус на огненной магии и плюшки к огню мне мне лично тяжеловато за них играть потому что они такие прямо супер как киту супер пафосные ну не пафосные а то что они вот такие прямо чуть что схватаются за огненный свой меч и идут вперед то есть никакой дипломатии ну это частности конечно но вот у меня о них такое представление и экс-мискелани или все остальные самый большой по численности дом это есть у ордена гермеса такое правило примкни или умри и когда они находят каких-то ведунов и магов в разных землях которые еще не в ордене гермеса они предлагают примкнуть соответственно или умереть от рук ордена гермеса и попервой все присоединяются как раз он как смескелани и гидне 13 дом тот который был уничтожен это друиды они были ам их обвинили связи с с демонами и примере их уничтожили считается что их уничтожили достоверных сведений о полном уничтожении ни в одной книге нет то есть примеры как были мудаками так и везде мудаки ну не знаю они своеобразно это да но мне они нравятся вот это перевоплощение волков какие-то такая вот есть в них какой-то налет мистики и особенный силы такой какой твой любимый фракции я за таймер любил играть за крем он но вначале я вообще не разобрался в механике я играл за конюха тех как раз классов которых могло быть штук пять у меня я играл за грога у меня был максимально бесполезный персонаж минимум боевых способностей но было весело а вот скажи мне вот для для тех кто захочет поиграть магов он один должен быть в группе или может несколько магов их может быть несколько но в пятой редакции они как-то постепенно отходят от этой групповой механики и чаще всего маг один то есть один маг там пару спутников и такая пирамидкой штук пять чили чили вообще вот ну насколько маг в этой игре базовый стандартный сильные на фоне магов из других игр допустим то есть насколько ну что он вообще может со старта маг целом то есть это какой-то там условный как например если брать из компьютерных игр у тебя там два заклинания один из них там просто огненный какой-нибудь шарик маленький или там лечение вот или там например брать мир тьмы где там ты комби уже комбинировать что-то можешь но не так сильно да ты можешь комбинировать тут конечно можно его сделать такой им бой в самом начале и такое манчикин ства ты можешь вложить и прокачать какую-то конкретную форму и технику и вот как сломо это будет у тебя огненный маг который будет сжигать деревни и даже самого начала маг уже может убивать почти любого спутника который встретиться ему на пути когда маги сильные самого начала но нужно в голове держать что фокус все-таки у нас на развитии не на приключениях вот именно таких вот боевых то есть это более вдумчивая игра это может быть кого-то отпугнет не обязательно в нее играть именно так как я сейчас говорю а это у нас и может быть и данжел кролл мы можем пачками уничтожать противников но в моем понимании то что ее выделяет это вот это вот такая вдумчивость и периоды времени когда мы играем не так часто да ну дай бог там один раз в неделю все это остальное время некоторым хочется тоже что-то такое придумывать связаны с игрой а у нас нет возможности и вот искусство волшебства позволяет нам запланировать о чем мы будем заниматься в межсезонье в меж наших это наверно тоже такая особенность игры а вот вообще какой резон людям вот которые в принципе приходят в игру играть не за магов мин а за обычных людей ну игра дает какие-то им особые возможности или особый геймплей вообще в чем заключается их основная фишка хороший вопрос сложный все мои сопартицы основные с которыми я играл моя домашняя группа как раз любила играть за за спутников за рыцарей за каких-то собирала ведьмаков условных и она вот если нам нужны классические приключенцы это спутники и если вы хотите вот играть классическая фэнтези наверное стоит идти по этому пути вы можете играть в более историческое вы можете в принципе наверно убрать почти всех магов и играть одним одними спутниками она игра потеряет какой-то свой вайб свой этот шлейф но так можно делать то есть включать сделать у нас слоу фэнтези и добавлять магов совсем чуть-чуть вроде как где-то есть но мы их ни разу не видели а вот ты говорил что магам запрещено влезать в эти в дела обычных магов вот что чем они занимаются то есть если у них это антагонисты или есть какие-то там особые у них задания там например там сдерживать великое зло которое вот-вот вырвется или там воевать против и не магов-ренегатов или там делать что-то там искать артефакты разбросаны по всему миру да да и есть чем мне нравится основного пятая редакция в том что во всех книгах разбросаны story hooks зацепки для рассказчика небольшие то есть там буквально один абзац несколько абзацев там пара 3 и в них рассказывается во что мы можем играть все вот ты правильно сказал это поиск артефактов например у благоуста был какой-то чит который отражал всю магию а у нас есть еще реалмы это инферно которая постоянно борется за души простых людей и маги в том числе есть у нас инферналисты которые хотят получить больше влияния и ищет как раз помощи демонов есть другие маги которые борются с этими демонами есть один из лейтмотивов то магия в мире в мифической европе европы а постепенно отступает под напором реалма духовенства божественного причем в божественную нас не только входит христианство но и все остальные основные религии средневековье ну то есть тех про знали и постепенно в городах все сильнее сильнее влияние а влияние других реалмов мешает магам колдовать у нас есть чистая энергия вис которая позволяет нам создавать сильные заклинания маги магов есть определенное ограничение ограничение магии без использования чистой энергии мы не можем сделать постоянного чего-то ну то есть на примере маг не может сказать поставать тонну золота у точнее он ее может сделать но например дуана пропадет с закатом исчезнет и а жизнь мая магов проходит в поиске этой чистой энергии чтобы стать сильнее и скастовать что-то такое то есть у нас есть ритуалы какие то есть сильные заклинания которые могут менять ландшафт затмить солнце и подобное но ограничение у нас не распространяется на луну и солнце на божественное у нас есть предел души магия ничего не может сделать с душой то есть ты можешь испепелить человека но душа его тебе не подвластно и вот то есть можем играть в историческую часть у нас любой лорд который живет по соседству это наш антагонист демоны лорды и ангелы все это наши антагонисты вот даже ангелы есть до ангелы божественная причем божественное сильнее даже чем реал магии но не каждый клирик является носителем этой божественной энергии божественной силы то есть ну есть истина верующий а есть просто я некий сановник который пошел в семинарию и вот отучился и теперь преподаю ради подношения десятины но на самом деле ни во что вот не верят ну то есть такие классические средневековые папы мне нужно больше власти но ни во что не верят а есть какие-нибудь лавкрафтовские ужасы лавкрафтовские ужасы сразу так не припомню наверное можно сделать если бы я захотел наверное я бы к демонам начал обращаться и постепенно копал в эту сторону что-то не незримые постепенно овладевает магами сводит с ума а сказочной расы но другие да все вот все что мастер захочет или игроки великаны и фене эльфы гномы русалки водяные то есть например я упомянул о трибуналах но не рассказал что это такое у нас есть трибуналы и это такие территориальные подразделения не знаю ну например у нас есть трибунал великого новгорода это такой дикий запад мифической европы где-то там есть великие горы это урал и все все дичь которая происходит там там же у нас есть язычники борьба за эти неизведанные земли чистые энергии русалки выводины и вот если мы хотим играть славянская фэнтези вот добро пожаловать новогородский трибунал хотим чуть больше мистики вампиров оборотней добро пожаловать в трансильванский трибунал есть у нас соответственно кельты и мы играем все названия соответствуют средневековье я добро пожаловать он конческий трибунал это у нас англии уэльс есть альпы есть египет вот весь известный средневековому человеку мир это вот и можем выбрать любое фэнтези которая нам близко ну один скандинавия в том числе тор и вот это вот все а это ближе к мифологическому образу или к фэнтезийным ну тут такая мне кажется очень тонкая грань да где то есть если мы хотим остроухих эльфов будет у нас больше фэнтези да это и хотим мифологических да это вот какие-то такие печки лепреконы ну то есть кому что ближе ну сложно провести границу я бы наверное все таки сказал что ближе к мифическому но никто не запрещает играть и фэнтези и вот сейчас у нас получает вообще насколько игра актуальная то есть ее в принципе на данный момент как ты сказал последняя редакция была в 2004 году да 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 пятая редакция а вот и где-то даже говорил что есть намек будет шестая редакция как вот если вы это намек что мы получим развитие вот эти вот игры до на форуме на официальном форуме издательство атлас games это издательство которому сейчас принадлежат права на искусство учебства ходят слухи а 6 редакции потому что морально конечно пятая редакция для сегодняшнего игрока и тех кто приходит в клубе вот сейчас выглядит тяжеловато если у вас нет хорошего мастера который скажет отбросим все и получаем удовольствие нам не так важна историчность лор и мы можем закрыть глаза на некий на некую механику то все будет хорошо а если новичок начнет разбираться то он наверное на первых порах ему будет сложновато и это основная претензия к пятой редакции что она морально такая тяжеловато работают ну если какой-то мод слух или намек что одно редакции работают старички или новая команда я я читал как-то статью я кто работает кто собирает информацию для новой редакции но честно сейчас не вспомню мне кажется что это точно не основной редактор этой редакции но вот кто конкретно не скажу боюсь соврать ну то есть больше вопрос тому что отец основатель редакции работает ли над ней или это уже такое вот буквально отдали людям они делают сейчас кое справа по моему никто из старичков прямо плотно не участвуют в создании шестой редакции они являются инсультантами но не принимают участие ну потому что книг по пятой редакции выпущено много и насколько я читал в интервью не помню издатели не помню редактор главного редактора от редакции он сказал что я устал от искусства учебства и мне 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 нужен он да вот насколько много вообще книг так ну сейчас я могу посмотреть ну давай по пятой редакции посмотрим ну как самое актуальное так основных книг корбуков у нас есть плюс три книги по домам это 9 так плюс еще восемь 7 дополнительных книг то есть это получается 17 плюс еще четыре по реалмам то есть 21 ох так еще тринадцать о сценарии модули и зацепки разные то есть это у нас уже 30 и я могу напутать и ну порядок примерно такой еще где-то 40 ну то есть еще 10 по миру то есть это трибуналы и расширение ну то есть в общей сложности около 40 книг ну плюс-минус я говорю могу ошибаться я можно пояснить как это шесть корников то есть шесть корных книг просто обычно когда редакция выходит есть какая-то основная на книга и все в принципе основной все это дополнение к ней то есть ты берешь эту книгу и можешь не играть отече сказал что 6 ну если по классике туда у нас тоже один корник который позволяет играть то есть прочитал играешь но там начинаются такие важные дополнения как я сказал что у нас есть один из таких персонажей в кавычках это наш ковенант наши коллеги развития базы нашей башни слоновой кости и для него есть отдельный корник есть корник для церкви как очень такой причем церкви тут есть отдельно для для реалма святого есть отдельно для церкви плюс есть корник для мистерий и порник для то есть пятик получается все таки и корник для но был то есть для всего средневекового сообщества как вот по классике то есть все бароны короли и там подобные вот наверное так основной 1 плюс 4 еще очень важно но никто не запрещает играть на с одной книги принц там все есть и чуть-чуть хорошо так а вот в плане доступности они нет вот еще вопрос предпоследний ты сказал что игра в принципе достаточно для новичков она может сложновато быть если нет опытного мастера насколько то есть эта игра по сути требует чтобы игроки знали лор и историю мира в котором они играют чтобы получить полное удовольствие от игры у меня всегда складывалось ощущение что мы должны хорошо знать лорд но я например не знаю хорошо лорд и тут есть разграничение о том что я в самом начале говорил у нас есть рекомендации как в это играть ахай ресерч когда мы глубоко погружаемся в историчность есть типа игроков для которых вот лор они любят все книги все прямо про прочитать досконально погрузиться и знаю в компьютерных рпг они читают все книги которые попадаются там в моровинде и изучают везде все еще все все что можно наверно для такого типа игроков это будет прямо такая кладезь читали перечитай но понятное дело что они все таки я не из таких мне тяжеловато меня например мир тьмы отпугивает тоже большим количеством книг наверное вот мир тьмы и искусство волшебства так как они условные двоюродные братья у них вот это вот общее много лора но можно играть каких-то таких локальные истории ограничиться каким-то регионом и потихонечку потихонечку разматывать окружающие события и добавлять там нашествие татар крестоносцев всего чего захотим а можем вообще это все убрать из сказать что мы живем в удаленном селении где и лордов нет и бояр нет и князей никаких нет и играем и такое чистое фэнтези можно не погружаться то есть нам достаточно знать примерную структуру ордена и и все есть уже не поддерживаемый но и все еще работающий генератор персонажей и с помощью него можно здесь генерится буквально за пять минут и и мага и спутника игрока то есть если бы я ставил оценку по сложности вхождения то наверное это было выше среднего то есть семерочка восьмерочка я бы поставил если мы хотим прочувствовать все аспекты игры то есть но можно играть и на троечки четверочки и постепенно все это узнавать вот а как вообще в целом сейчас доступность этой игры для игроков в снг допустим то есть как ты сказал переведена четвертая редакция пятая не переведена но вот насколько 5 четвертая редакция отличается от 5 чтобы условно сейчас люди могли которые например не знают английский поиграть допустим пока в четвертую а когда пьют пятую в пятую привести перебежать да тоже хороший вопрос я больше большую часть своего времени играл в четвертую редакцию потому что там конечно полегче без знания языка пятая редакция стала попроще ну не знаю даже мне кажется они у меня тут проф деформация и я не могу сказать какая из них легче можно спокойно начинать с четвертой там нет каких-то таких ретро футуризма то есть взять киберпанк в восьмидесятых и каких-то вещей которые бы вызывали улыбку ну то есть она не будет комичной там все актуально ну то есть это же фэнтези магия мифическая европа мифы фэнтези и история взгляд на историю в 2023 году не особо изменился на средневековую историю от момента выпуска игры то есть можно брать и играть в том числе у нас сообществе даже пару книг энтузиасты перевели именно для четвертой редакции и для третьей они не взаимозаменяемые но можно брать не все трибуналы например расписаны для пятой редакции что-то есть для третьей что-то для четвертой это то есть такое то есть книг кроме которых я назвал да их еще больше и в третьей и в четвертой редакции и все их можно использовать ну вот на данный момент то что я слышу мне очень нравится потому что я в отличие от многих настольщиков очень люблю лор и многие например игровые вселенные игровые системы мне интереснее сколько за счет геймплей правил сколько за счет мира который они создают и в которой ты изучаешь и тебе вот просто интересно вот и на самом деле многие вещи которые назвал я прям иногда прям чувствовал такой так это это похоже как в мире тьмы и потом и понимаешь вот эта связь вот этих двух игр потому что один человек практически делал вот и думаю на самом деле что возможно когда-нибудь если получится если повезет можно будет провести игру записать ее и показать людям как в это играется да конечно ну вот ты правильно сказал что мир тьмы искусство очень близки были близки точно и если брать третью редакцию искусство это тот же мир что и мир тьмы ну вот у нас есть же темные века в мир тьмы это вот прямо не знаю может поправишь меня это как раз по моему тринадцатый век средневековья или чуть чуть позже это вот даже исторические линии какие-то можно проследить как но событие перелетела из одной из одного сеттинга в другой не помню тут нужен ирис но да вроде как раз там у них двенадцатый тринадцатый век идет ну да мой может быть слушатели поправит и рассудить не уточнят этот момент но в принципе я думаю что как бы разобрали и если тебе будет интересно и зрителям будет интерес я думаю можно даже более подробно рассказать если будет желание например как-то более подробно рассказать лор или в целом про мир ну да и субъективное вот если как вы хотите посмотреть и пощупать на мой взгляд самую удобную систему магии которая существует в равностальных ролевых играх самую гибкую систему магии добро пожаловать в искусство волшебства вот так вот есть съели до диндишники вот но я думаю на сегодня можно заканчивать спасибо что пришел был рад пообщаться спасибо что пригласил и если пригласишь на игру с радостью проведу да обязательно ну что народ давайте до новых встреч пока 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 до новых встреч